Друзья охотники, продолжаем наши охоты на кабана. В этот раз другом Сергеем охотимся несколько дней на потравах, на пшеничных полях. А также не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии, они важны для нас, ставить лайки. Приятного просмотра! Охота проводится в Смоленской области. На полях довольно-таки большие поля, где-то около 500-700 метров. Посреди поля стоит полувышка. Чем хороша полувышка? Пшеница очень высокая, и кабан, конечно, не всегда виден. Второй день охраняем поля от набегов к кабану. Достаточно удачно хотели бы найти пораньше, чем вчера. Пришли в 8 часов, кабан был уже на поле. Порядка 20-ти успеем. Он кормится в стадоотделе. Ветельный сикачек, но вчерашний, который и ушел. Цель, наверное, но все-таки сикачек сейчас подождем. Если не приплизится, пойдем с подхода. Сегодня достаточно сильный ветер. Ветер нам в лицо, то есть достаточно удачно все складывается. Поэтому сейчас подождем минут 20-30 и потихонечку пойдем. Кабан, ну, долетим где-то до 20 метров. Спрятан. Ну и стадо стоит 160 метров, но маленький, все пшеницы и не видно. Поэтому приоритет выбора сикачка, где он где-то котик-то 3. То есть цель для нас он. Пытаемся к нему подойти. С полувышки выстрел, конечно, намного эффективнее и удобнее. Можно опереться и сделать дальний выстрел. То есть вышка где-то метра три высотой. И когда идет поток ветра, он подхватывает и уносит его вверх. Кабан может вас не чувствовать. Потому что кабан очень чувствительный. Он чувствует носом все запахи. Как говорят, кабан видит носом. В этом стаде таких маленьких кругов вообще нет. То есть он получается такой небольшой. Малый крыль. От вышки до леса промерили дальномером 300 метров. Всегда надо, конечно, ждать, чтобы кабан подошел поближе. Наша задача снять это все по светлому времени суток, если повезет. Ну, кабаны на потравах очень наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Даже они не столько съедают, сколько вытаптывают зерновых культур. Как овес, так и пшеницу. Поэтому надо все время производить острел. Кабаны это чувствуют, убегают и не выходят на эти поля. Стараются кормиться в лесу. Есть, Валерий. Шлепок, слышу. Да все, он лишь шумел. Если нет, то есть она какая-то кормится. Нет! Готово? Готово Второй день охоты Опять удачный Долгот кабан Расстояние Более 170 метров С одного выстрела Оружие Наш традиционный Немецкий штучник Проехатель калибр 88 В очередной раз не продвел Сквозь достаточно сложную Траву Дома такой кабан Хорошее оружие Хороший калибр Хороший результат Поздравляю, Варяй Спасибо Ну, с котлетками, как говорится Да, у нас завтра еще один день охоты Я думаю, это поле мы Сохраним для комбайнеров Так что Я думаю, здесь удачный что-то собрать Для того, чтобы эти особи еще и зимой кормить Вот они себя хотят летом Нароить съесть Ну, что тогда будем есть зимой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok